Здравствуйте, уважаемые зрители! Представляем вашему вниманию конфигурацию обучающий центр. Данное программное решение построено на платформе программы «Учет клиентов» и предназначено для автоматизации работы обучающих центров, детских развивающих центров, учебных курсов и других учреждений дополнительного образования. Конфигурация обучающий центр выполняет следующие функции. Введение базы данных клиентов, детей и взрослых, их контактных лиц родителей, оформление договоров с клиентами, учет платежей по договору, формирование списка групп учащихся с привязкой к сотрудникам центра, преподавателям, формирование расписания занятий, отслеживание посещаемости занятий, Введение базы данных учебных материалов, контроль выдачи и возврата, учет и контроль расходов на учебные и другие нужды центра, учет преподавателей и другое. После запуска программы в окне конфигурации открывается стартовая форма с задачами. Она предназначена для быстрого перехода к некоторым таблицам. Данную форму можно закрыть и открыть заново, если это необходимо, с помощью кнопки на панели инструментов таблицы «Клиенты». Основные таблицы конфигурации представлены в главном окне программы во вкладках. Таблицы можно создавать самостоятельно, они будут представлены в одноименном меню. Любую таблицу можно вывести в основные вкладки. Итак, рассмотрим предназначение основных таблиц конфигурации. Главная таблица конфигурации «Клиенты» предназначена для ведения базы данных клиентов, детей и взрослых, их контактной информации. Если клиентом учащимся является несовершеннолетний ребенок, то в подчиненную таблицу «Контактные лица» заносятся данные соответственно о его контактных лицах – родителям. Таблицы «Платежи» регистрируются платежи от клиентов за услуги обучающего центра. В таблице группы формируются списки групп учащихся. В подчиненной таблице определяются дни проведения занятий для будущего формирования расписания занятий, которые, собственно, автоматически формируются в таблице занятия. Позже на примере я покажу, как происходит этот процесс. В подчиненной таблице отмечаются присутствующие на занятии. В таблице «Учебные материалы» ведется справочник учебных материалов. В подчиненных таблицах фиксируются факты выдачи и возврата материалов. В поле «Статус материала» таблицы «Учебные материалы» автоматически выводится информация о том, в наличии материал или на руках. Курсы – это справочник услуг курсов Центра. В таблице «Расходы» ведется учет и контроль расходов на учебные и другие нужды обучающего Центра. В таблице «Преподаватели» осуществляется введение базы данных преподавательского состава. В таблице «Сотрудники» ведется список всех сотрудников организации, а также настраивается доступ сотрудников в базе данных. Полный список таблиц конфигурации можно посмотреть в одноименном меню. При желании вы можете быстро создать и другие таблицы, таблицы-справочники, необходимые для удобства работы с программой. Итак, давайте рассмотрим на примере, как работает данная конфигурация. Добавим нового клиента в таблицу «Клиенты». Спасибо. Продолжение следует... Предположим, что наш клиент является несовершеннолетним ребенком, поэтому введем данные в таблицу «Контактные лица». Продолжение следует... Готово. Теперь оформим договор с данным клиентом. Откроем таблицу «Договоры». В поле «Ссылка на договор» можно указать ссылку, где хранится наш договор с клиентом. Выберем услугу из таблицы справочника «Услуги курса». Укажем дату начала услуги и дату окончания. Выберем нашего нового клиента из таблицы «Клиенты». Контактное лицо у нас вывелось автоматически. Теперь мы можем сгенерировать наш договор по шаблону. В программе предусмотрены генерации документов по шаблону в формате Microsoft Word, Excel, а также RTF и HTML. Данный функционал применяется тогда, когда необходимо сформировать какой-либо документ, содержащий в различных местах данные из выделенной записи текущей таблицы. Также в документ можно поместить связанные данные из подчиненной таблицы. Для начала необходима подготовка шаблона, в соответствии с которым данные будут вставляться в документы. Подробную инструкцию по настройке шаблонов описана в нашем канале на YouTube-видео «Генерация документов по шаблону». У нас уже есть готовый шаблон договора. Давайте сформируем его. У нас генерировался договор. Можем увидеть, что у нас вывелись такие данные, как номер договора, дата, имя клиента, наименование услуги, а также реквизиты сторон нашего учебного центра и клиента. Теперь давайте занесем данные о новой группе в таблицу группы. Выберем услугу, выберем «Преподавателя». Дату начала курса и дату окончания. Теперь добавим «Учащихся». Выберем нашего нового клиента и еще какой-нибудь клиента. Теперь занесем данные о днях проведения занятий в группе. «Укажем день недели», «Кабинет», «Укажем время начала». «Учащихся» «Унук назium глаз action». Играет эксперты collection «Кабинет». «Учащихся». 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 «Учащихся», «Од broader Squid» «Учащихся». 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 Готово. Теперь мы можем сформировать расписание занятий для данной группы. Для этого нам нужно выставить галочку в поле «Добавлено в расписание». И расписание будет автоматически сформировано. Вот добавилось занятие по данной группе. Чтобы сгенерировать все расписание полностью по всем группам, нужно нажать на кнопку на панели инструментов «Создать расписание». После этого у нас генерируется расписание по шаблону. Вот таким образом у нас будет выглядеть расписание для всех групп. Теперь давайте оформим платеж от нашего нового клиента за услугу «Немецкий для детей». Выберем услугу по договору. Выберем клиента. Укажем группу. И у нас автоматически вывелись периоды, которые мы можем выбрать для оплаты. Готово. Также в программе предусмотрена генерация отчетов на основе имеющихся в таблице данных. В данной конфигурации уже содержится несколько отчетов. Давайте сгенерируем один из них. Например, у нас помимо того, что возможна генерация расписания по шаблону, есть и отчет расписания занятий. Давайте его сгенерируем. Вот так будет выглядеть наше расписание занятий в виде отчета. Давайте сгенерируем еще какой-нибудь отчет, например, платежи от клиентов за период. В фильтрах мы указываем определенный период, который нам нужен. После этого у нас выводится отчет. Для создания нового отчета выбрать соответствующий пункт в меню отчеты, добавить отчет и заполнить все необходимые параметры. Если функциональность данной конфигурации не совсем вам подходит, мы можем оказать услугу по доработке конфигурации по вашему техническому заданию. Если у вас после этого видео еще остались вопросы по программе, вы можете обратиться в нашу техническую поддержку по e-mail или телефону. Также зайти в раздел часто задаваемых вопросов на нашем сайте простойsoft.ru или посетить наш канал на YouTube. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...